Сердечно здравствуйте, друзья! Нет, я не сошел с ума. Сей деструктивный акт необходим мне для демонстрации сегодняшнего лайфхака. И как нетрудно догадаться, мы будем заделывать эту дыру. В первую очередь измерим масштабы бедствия. 11 на 13, запомнили. Теперь перенесем наши замеры на бумагу. 11 и 13 соответственно. Вы все поняли правильно. На бумажке все отметили. С маркером и линеечкой прошлись. И теперь получившийся квадрат нужно аккуратненько вырезать. Семь раз отмерять я с вашего позволения не буду. На мой взгляд здесь все достаточно примитивно. Ну что ж, наша заплатка готова. Приклеим его к свежесделанной дыре. И все, от наших зверских безобразий ни следа. Не очень надежно, не правда ли? Да, давайте доработаем. Обведем наш прямоугольник маркером и приступим к частичному демонтажу. Я сказал прямоугольник, по-моему, недавно был квадрат. Но да ладно, суть вопроса 2 сантиметра. Канцелярский нож и полотно от ножовки нам поспособствуют. Оружие к бою! Сделаем надрезы по нарисованным нами линиям. Чем глубже получится, тем лучше. Пройдемся по всему периметру. Ну а дальше будем делать диагональные разрезы полотном. От угла к углу. Смотрите, не увлекитесь и не выйдите за рамки дозволенного. А как только распилите все углы, удалить лишнюю требуху не составит большого труда. Излишки вполне легко удаляются голыми руками. Так, окошечко готово. Настало время делать заплатку. Только на этот раз что-то попрочнее, чем лист бумаги. Долго думать не будем, и заплатку для гипсокартона сделаем из... гипсокартона. Обведем его еще раз. И при помощи постоянного работника канцелярии вырежем резервный прямоугольник. Освободим его от излишних гипсокартонных областей. А вот для того, чтобы вставить его на пустующее место, нам пригодится этот брусок. Давайте-ка прикинем, куда нам его можно приткнуть. Вот там, на заднем плане, ему самое место. Возьмем парочку саморезов и, придерживая его изнутри, пригвоздим его к общей конструкции, вкрутив саморезы с внешней стороны. Зафиксируем посильнее, чтобы не брыкался. Готово, как тут и жил. И вот теперь, как вы уже поняли, нам есть куда присверлить нашу заплату. Метим точно в брусок. Вот и все, дыра заделана. Теперь для пущей аккуратности и крепкого сцепления мы наложим на края сетку. Сетку нужно будет наложить по всему периметру. На места стыков. Ну, а чтобы уж совсем скрыть следы гневного преступления, можно развести раствор. Гипс, алебастер или шпаклевка, это уж вы сами решите, не маленькие. А я начну процесс сокрытия. А вам советую взглянуть на другие наши ролики. Там есть что посмотреть. А еще я буду рад, если вы подпишетесь и ударите в колокол. Ну, совсем молодцы тогда будете. До скорой встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok